За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 124 происшествия. Из них 12 преступлений, 10 из которых раскрыто. По двум проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 44 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Пострадал один человек, причинен материальный ущерб. Так, 28 июня около 19 часов 30 минут в районе жилого дома номер 4 по улице 60 лет октября, мужчина 78 года рождения, двигаясь на скутере в сторону поселка-искателей Ненецкого автономного округа, осуществляя обгон автомобиля, не справился с управлением и допустил столкновение с ним. В результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения и был доставлен в приемный покой Ненецкой окружной больницы. По данному факту сотрудники госавтоинспекции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В целях повышения эффективности выявления преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, средств растительного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, с 13 июня по 15 июля 2017 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие МАК-2017. В целях поддержания правопорядка в период навигации, осуществления контроля за убывающим и пребывающим речным путем транспортом на территории региона в соответствии с федеральным законом от 2007 года номер 16 ФЗ о транспортной безопасности, с 23 июня текущего года до окончания навигации проводится оперативно-профилактическое мероприятие Навигация-2017. С 26 по 27 июня 2017 года на территории Ненецкого автономного округа сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор». В целях предотвращения и недопущения совершения повторных преступлений полицейские проверили соблюдение ранее судимыми лицами ограничений и обязанностей, установленных в отношении них судом. В ходе мероприятия выявлено 5 административных правонарушений. Проверено 39 человек, которые состоят на профилактическом учете административного надзора. Осенью 2016 года в ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Ненецкому автономному округу за сбыт и хранение синтетического наркотика «Спайс» в крупном размере задержан местный житель 93-го года рождения. Также через несколько дней сотрудниками госавтоинспекции был остановлен автомобиль подозреваемого, при осмотре которого полицейские обнаружили синтетический наркотик. В настоящее время Наринмарским городским судом мужчине назначен наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Следователем следственного отдела УМВД в отношении бывшего директора муниципального предприятия возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30, части 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Так, в 2016 году житель округа, являясь директором одного из муниципальных предприятий, перед своим увольнением предложил четверым своим подчиненным работникам уволиться вместе с ним и получить за это денежную компенсацию в размере трех среднемесячных заработных плат, выплата которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации. После чего злоумышленник, зная о том, что уже не является директором предприятия, издал незаконные приказы о начислении денежной компенсации вышеуказанным сотрудникам. Тем самым пытался причинить материальный ущерб предприятию на сумму более 900 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Наринмарский городской суд для рассмотрения. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ненецкому автономному округу совместно с сотрудниками Ненецкого государственного природного заповедника проведено рейдовое мероприятие, направленное на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного вылова водных биологических ресурсов в акватории реки Печора Ненецкого автономного округа. В ходе рейда на территории природного заповедника в районе озера Коровинская Губа выявлены два жителя округа 1982 года рождения, осуществляющие незаконный вылов водных биологических ресурсов. На месте происшествия в их моторной лодке находилось шесть экземпляров рыбы породы Нельма, занесенных Красную книгу Ненецкого автономного округа, а также 24 экземпляра рыбы породы СИГ. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 1 июля 2017 года в дежурную часть полиции обратила жительница Неринмара с заявлением о краже ее мобильного телефона. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлено, что ранее судимый житель округа, 1978 года рождения, в ходе совместного распития спиртного на квартире потерпевшей, воспользовавшись тем, что заявительница уснула, совершил хищение лежащего рядом с ней мобильного телефона. В настоящее время сотрудниками полиции похищенный телефон изъят у злоумышленника. После проведения проверочных мероприятий телефон будет возвращен владельцу. По данному факту стражами порядка проводится проверка. Оператор связи путем подделки подписи на платежном поручении жительницы Неринмара совершила присвоение денежных средств в сумме 50 тысяч рублей, предозначавшихся в качестве социальной выплаты для материальной поддержки многодетной семьи, после чего злоумышленница распорядилась деньгами по своему усмотрению. По данному факту дознавателям отдела по организации дознания УМВД в отношении оператора связи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, присвоение или растрата. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Уважаемые граждане, напоминаем, что с 1 марта 2017 года гражданин при обращении в информационный центр управления МВД России по Ненецкому автономному округу с целью получения справки о наличии и отсутствии судимости имеет возможность получить готовую справку за более короткий срок, вместо заявленных 30 дней от 1 до 7 дней. При подаче заявления в электронном виде через единый портал www.gozuslugi.ru Справки по телефону 8-818-53-457-02 Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова